итак ребятки всем привет вы на канале баран гараж 35 это будет очередной бложек находится мы в деревне лето на холодище прицеп а в прицепе b пишечка и это у нас парни будет покупка пачки не закинулась закину на 146 траке мы сейчас выгрузим выгрузим его с прицепа и покажу снегоход разобранном состоянии маленько чуть-чуть под заклинило мотору его но все чиниться все делается сейчас ждем друга чтобы его запихать в гараж он приехал же не хотел поставить к себе в гараж но как это обычно и бывает вместо у нас нету стоит вездеход еще один снегоход вот там где-то буран находится то есть места нет еще гоним к другу гараж так парни уехали а мы сейчас на этой дры чепотки вот техника обновочка ну то есть как и говорил да мотор у нас мотор 800 к но в клинику поршень получат цилиндр и не косил его ну скорее всего буду восстанавливать для себя его поэтому скорее всего буду гильзовать может быть не косил восстановлю а так немножко пажу подушатанный модельный год тринадцатый считаться 800 и так все как на 146 гусянках вот и скорее всего вот эта боковина черная снова и вот здесь только что заметил выгружали здесь сетка по сетка паяна скорее всего получил пиздюля получал в эту сторону ну и боковина схомал но по рычагам и домик все целое может но у вас стоит уже как-то вот так его ненадолго сюда стоит немножко потом везу его в череп потому что черепа пока места нету потом перевезут все увидимся уже черепаться и мы с вами уже в череповца гаража занимаюсь квадриками это стоит у нас cf-500 но x5 да там стелс ой забыл как он называется на 700 и 70 700 ф е как-то так короче наподобие наподобие ямахи грызли тв-700 аппарат кстати аппарат продается хотят за него по-моему 250 ну пригнали мне поменять задние ступичные подшипники ступичные подшипники и тормоза задние посмотреть но с ним чуть попозже это цевка свеженькая 15 года 15 года а тут получаться скрипят сзади передние тормоза скрипят на колодки поменяли кстати я колодки таки я не видал сколько меня он накладывает колодки они медные то есть это металл я вот напильником попробовал пашка рабов и это чистый металл и они скрипят что на этом колесе что на том колесе надо поменять поставить обычное вот а сейчас попросил хозяин сделать глушитель крепление глушитель то есть глушитель немножко вилька отца здесь но он соответственно там не подразобрана он вот тут в этом месте на пружинках одно крепление только здесь штатное и уже прежний хозяин тут какой-то мракобесие наварил нас рано я не знаю даже мне кажется полуавтоматом но по ходу делать то ли без газа то ли флюсовой проволокой но это сейчас мы все уберем изготовил вот такой кронштейн не сюда будет запрессован сайлентблок и это все дело будет вкручиваться вот сюда на штатное место так сейчас пока варил по месту то есть сначала болтик болтик затянула потом втулочку к нему приварил это все так затягиваться но еще подтянуть она встанет как надо и сюда из вот такого соленблока вытащил маленький соленблок сейчас его запрессован и приварим снимемся глушитель и приварим два ушка и будет офигенно красиво это будет как стабилизатор глушитель вот ну соответственно помазать подвеску и надо посмотреть еще вариатор что там мне не очень нравится как он трогается то есть он трогаться срывком резко так резко трогаться такое ощущение то будто уже ремень подстучился пробег у его моему 3000 аккумуляторским внутри тысячи три с половиной тысячи поэтому надо посмотреть заглянуть вариатор туда сто процентов никто не заглядывал и сейчас эти два квадрика сделаем и будем занимать еще артик кат артик кат кроссфит по моему называться кроссфит 800 мотор не работает один цилиндр причина скорее всего у хозяина порвала подряд два ремня и после этого после этого перестал работать один цилиндр отказал то есть скорее всего на левый ну намотала ремень завоиатор не так намотала и порвала сальник это но это предположение пока еще не вскрывал ничего не делал поэтому это просто предположим будем заниматься и так еще за ним там еще стоят два бурановских мотора поэтому работа есть работа есть на работа дней фото потому что жарко уже летом 100 как тут целый месяц отдыхал не снимал вам видео ничего не выкладывал поэтому никуда не пропал все по-прежнему также работаем но май месяц это получаться отдых сначала у нас в области открываться весенний охота с 1 по 10 поэтому первые 10 дней охота а последующие две недели три это огороды так делаю укрепление глушителя покажу ну а больше тут ну еще вариатор скрою если что там интересно найдем покажу сейчас вариатор а так больше тут принципе показывает нечего заменим масло моторе помажем подвеску заднюю все и поменяем колодочки прокачан тормоза сережка так получилось у нас вот такое крепление то есть глушитель и все подварено два ушка там как говорил у нас появился соленблок соленблок она тоже покрасить немножко такой бачок то есть висит глушитель здесь а это просто чтобы он не вилькался в сторону и все ну я бы может его не стал делать то есть он там и не нужен он завода его и не идет то есть это уже старый хозяин вот здесь выпилил кожух экрана кусок экрана выпилил и здесь какое-то ухо было присрано как вы видели да то есть нужно было сделано то есть передел сделал покрасивейся следующий день полез открутились рулевой тяги рулевую тягу подтянул потому что наконечники все все в порядке и крутанул за колесо был включен полный привод на и получается смотрите кардан видим что крутится но тут уже тоже печаль беда крестовине а вот этот лист и сейчас я вам покажу как бы показать с какой стороны 20 вот вот так понятно на работе увидите то есть там крестовины еду от слова совсем на ну смотреть надо кто не понимает вот вот там то есть вот эта крестовина две половинки из-за этого у его идет у его идет очень сильный удар при трогании с места то есть я думал это вариатор но вариатор я тоже залезу посмотрю что там происходит с ремнем но по факту вот этот удар идет от передней крестовина в переднего кардана потому что я не ну конечно я не пробовал но я думаю что предполагаю что если передок выключить то никакого удара нету а его пригнали уже был включен передок и полный привод хозяин заезжал в прицеп на передке и на полноприводе вот я тут пробовал наем прокатиться с минут пока в гараж заезжал туда-сюда и он еще что на заднюю передачу с ударом трогаться что на передней передаче трогаться с ударом так то есть скорее всего вот эта причина вот этих ударов это и есть передний кардан оставлять так ну можно оставить так если ездить только на задке то есть передний кардан он там принципе участвовать не будет в процессе но он все равно он все равно будет крутиться как бы все равно будут удар ну датчики но не такие ощутимы а если кататься соответственно перед кейна полностью заблокированном передке то эти все удары приведут к тому что кончится редуктор двигатель скинул карданчик в таком парне состоящее нету здесь правильно удары были из-за этого то что ну и это уже такая на грани фантастики самый неудобняк это снимает кардан пришлось снять защиту ладно хоть эту еще не пришлось снимать большую тут еще висит скрепление этого отвала пенек хотел на дрова испилить пригодился на высокую подставку сделать меня сделано для кладоков вот такая табуре . но надо повыше сделать одну чтобы можно было задирать вот при плюс-минус так все разбираю и будем попробуем найдем если найду то оставлю вам ссылку в описании каталожный номер на крестовины на узнать оригинал может есть оригинал сколько стоит оригинал и попробовать подобрать автомобильная может автомобильная есть съездил взял крестовинки новые то есть подобрал от автомобиля маркировка но фирма вот такая маркировка крестовин гум 81 все то же самое вот одну же приколотил все то же самое единственное у новых крестовину этих автомобильных у их стопорные кольца они немножко толще чем наши штатные то есть оставляем только штатные кольца эти можно оставить себе или выкинуть так и получается смотрите вот когда будете разбирать кардан да например ну вот на цехе сейчас на новых у их есть стрелка соответственно другой части тоже стрелка шлицевая совмещается и обязательно маркируйте медь и до кардан то есть вот у меня поменчено здесь стрелка то есть эта чашка и вот меточка еще стоит маркер соответственно здесь также здесь на этой части стрелка указывает на эту чашку и вот здесь у нас вот так идет метка вот разбирается крестовины да ну молоточком без всякого фанатизма постучали в одну сторону постучали в другую сторону у меня например пошла вот эта крестовина вот эти две чашки я их спокойно выколотил а вот это у меня не идет то есть я пытаюсь сколотить она немножко пошла но как бы пошла да чуть-чуть вот так болтаться дальше встала чтобы не испытывать судьбу не не изогнуть вот эти два уха проще дело то есть у нас уже одна половинка собрана нам ничего не мешаем берем болгарку и просто отпиливаем крестовину а потом уже выбьем как бы вот отсюда вот например такой отверткой ударной выколоть им чашки одни сюда и вторую так они разбираются это все дело потому что есть соответственно было крестовина разболтана как вы видели да и получается вот эти чашки в этом месте вы их размер нормальный а вот здесь как бы должен быть по сути дела конус вот она хорошая как бы еще нормальная чашка в целостном состоянии то есть видите конус сделан чтобы это было проще заправить крестовину саму чашечку вот на этих которые раздолблены она видно что она овально и получается доходит вот до этого места а дальше не идет то есть отпиливаем болгаркой и мы ее выколачиваем в обратную сторону то есть вовнутрь не наружу а вовнутрь так происходит гораздо эффективнее запрессовываем не заколачиваем новую крестовину а ее запрессовываем в тисочках аккуратненько запрессовываем и ставим кардан на место эти крестовины кстати еще 100 водницы то есть есть возможность смазывать и они если периодичностью их шприцевать то они походят я думаю что хорошечно должны походить подольше даже чем родные и обязательно да сразу скажу эта часть у нас кардана подвижно не забывайте смазывать то есть если здесь смазки не будет то это все делают как вот здесь уже начал ржаветь естественно будет ржаветь шлиц и шлиц завете уходить размер здесь вставлен сальник завальцованы его как бы в принципе конечно можно поменять но он завальцован я трогать его не буду здесь у нас выработки нету практически то есть набиваем смазочки туда ну не от всей души без фанатизма без фанатизма потому что если много смазки набить получится вакуум и вам просто-напросто у вас например кардан вот так сожмется дальше просто силы не хватит сжать кардан потому что там будет смазка и то есть некуда вот смазки деваться то есть немножко помазали главное чтобы было она там была и самое главное помазать сальник чтобы туда меньше попадала влаги то есть все собираем по меточкам все оставим новую крестовину я думаю что шприца нём его при цене и устанавливаем на место мужчины перестановочка и там тормозов нету чё цевка у нас все готов чем отличный аппарат мне очень нравится такой уже парни короче если сравнивать его с теми куда-то поехал что ямбо короче если сравнивать его с например там с двенадцатым годом до пятисотка с cf то этот уже интереснее и все сделано парни ну то есть например да по облицовке четенько все сделано все на клипс очках нигде щели ничего не зазоров нету багажник не нравится не железные такие прикольно ну и соответственно до облицовка весь пластик все подходит друг другу никаких саморезов лишних ничего нету все четенько допустим вот пластмассе на ставится она просто на защелке и спрятан саморез прикольно прикольно сделано то есть в дизайн сиденью сиденья из как бы такого более качественного материала то есть у кого например сиденье знаете материал такой как на кроссовых мотоциклах наподобие такой шероховатый типа резины двух цветов сиденья клево сделан то есть три с половиной тысячи пробегу его до три с половиной час до 3 500 пробег и не сиденье ничего не потерто все все четенько такие же сиденья такой же материал используют компания брпи на снегоходах точно ну на квадриках наверно сто процентов лучше сделан конечно все лучше сделано чем на предыдущих версиях вариатор крышка вариатора до стала уже пластиковая и все болтики подрезинено все на прокладочкой резину а не то что там на тонкой прокладки не зря циф мото берет немалые деньги за свои вездеходы да то есть они следят за качеством двигаются вперед то есть не как например блять этот же стелс и русская механика уперлись на одном сделали одно говно и толдычат его несколько лет там и все все у их классно все офигенно но по факту одно и то же все время циф ну если взять да например они по моему у нас начали появляться и выпускать их вообще начали эти пятисотки с не соврус 2006 года или седьмого года до какой он был и какой он стал вообще небо и земля и из этого да как бы я к тому вопросу цены то есть он стоил раньше там до 200 тысяч ну по прежним деньгам да так как можно и так бы не сравнивать но сейчас они стоят я думаю что x5 стоит 700 может 800 может чуть дешевле не вникал в цены но плюс минус но хотя бы ты плотишь за качество и качество я думаю что бр пиха плюс минус где-то тут же рядом 100 процентов стелс и наша русская механика рядом с ним не стояла как то то есть они на одном уровне где-то сборки плавают и цевки ну чуть подешевле хоть это китай но это качественный китай как то все увидимся в следующем выпуске всем пока вот 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 Продолжение следует...